После выступления Путина Как далеко может зайти Россия на войне в Сирии? Араби Алиум, Сирия 7 марта 2018 года Недавние события в Сирии приняли опасный оборот, особенно в связи с увеличением числа доказательств того, что за нападением на российские вооруженные силы стояли не только террористы, но и ключевые мировые столицы. Как далеко Россия может зайти в противостоянии НАТО в Сирии? В этой связи веб-сайт Сикер, Сакер, представил анализ российской военной компании в Сирии. В статье говорится, что недавние акции против российской армии вызвали пожар, который может не погаснуть. Начиная с атак беспилотников и минометного обстрела базов Хмеймими, крушения российского самолета Су-25, и заканчивая нападением США на российских бойцов и союзников сирийской армии в Дейрес-Изоре, имеющиеся доказательства указывают на то, что за этими нападениями стоит Вашингтон, который намеревался тем самым наказать Москву. Среди доказательств можно выделить следующее. Во-первых, США и Израиль продолжают испытывать унижение и гнев по поводу своего поражения в Сирии. Так, президент Асад все еще находится во главе сирийского государства. Организация «Исламское государство» запрещена в РФ, примечание РЭД, практически разбита благодаря сирийской армии российским воздушным ударам. Москве удалось посадить за стол переговоров лидеров многих вооруженных группировок. Был достигнут успех на недавней конференции в Сочи, где все стороны пришли к общему согласию начать работу по разработке новой Конституции. Другими словами, существует реальная возможность того, что в Сирии будет установлен мир, что противоречит интересам Соединенных Штатов и Израиля. Во-вторых, и Трамп, и Нетаньяку пообещали своим сторонникам много побед, чтобы продемонстрировать свое господство и власть. Они считают, что публичная война против России станет показателем мужественности, хотя и является очень опасной. Они считают, что убийство россиян в кулварах, так сказать, сойдет им с рук, однако это большая ошибка. В-третьих, скоро состоятся президентские выборы в России. Американцы наивно полагают, что создав проблемы для Путина в Сирии, они негативно повлияют на его популярность в России. Наконец, США и Израиль практически лишились возможности проводить крупные военные действия против Сирии. Главная цель развертывания американских войск на сирийском севере – это создать проблемы для Турции, Ирана, Сирии и, конечно же, России. Можно резюмировать, что, поскольку американцы заявили, что останутся, незаконно, в Сирии, пока ситуация в стране не стабилизируется, они сделают все для того, чтобы дестабилизировать Сирию. Ожидаемое событие в Сирии. Шаг первый. Поощрение Турции. Очевидно, что Вашингтон выступает на стороне второй по величине армии НАТО, то есть Турции, в ее борьбе с курдами или, по крайней мере, сохраняет молчание по поводу вторжения турок в Африн. Однако это имеет множество положительных сторон для России в смысле противодействия американскому вторжению в Сирию, и это то, о чем мы говорили ранее об Америке на турецкой ловушке. Турция оказалась в трясине, и ее союзник Вашингтон нападает на нее при помощи курдских ополченцев. Не является ли конфликт внутри НАТО той самой ловушкой? Американцы поддерживают курдские отряды, атакующие турецкую армию при помощи американского оружия, и прячутся за их спинами. 30 января 2018 года В настоящее время американские военные вряд ли ударят по турецкой армии, особенно после того, как в июле 2016 года была предпринята попытка государственного переворота против Эрдогана, которую поддержали США. Именно поэтому Америка поддержит создание мини-Курдистана в Ираке и Сирии. Сегодня Америка на турецкие отношения находятся на низком уровне, и не потребуется много усилий, чтобы подтолкнуть турков к краю пропасти с катастрофическими последствиями для США, ЕС, НАТО, и даже Израиля. Турция имеет большое стратегическое значение для Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока, и американцы это прекрасно знают. По этой причине турецкая армия в своем вторжении в Сирию пользуется своего рода политическим и военным иммунитетом от любых нападений со стороны Соединенных Штатов, несмотря на то, что турки совершают массовые убийства мирных жителей в Африне. И, как мы уже отмечали, курдские лидеры из-за своего колебания между различными столицами выдвигают своих последователей в качестве козлов отпущения на севере Сирии. Возможность столкновения между турецкой и американской армиями Возможность столкновения между турецкой и американской армиями невелика. И, если это произойдет, инициатором будет турецкая армия, которая совершит нападение на военные пункты курдских ополчений, где также присутствуют американские солдаты. Если это произойдет, то ситуация окажется немыслимой, один член НАТО нападает на другого. За этим последует вывод сил США с территории Турции. Вашингтон может не ответить на эти действия, предоставив Израилю выполнить эту грязную работу против Анкары, и в то же время будет прилагать все усилия, чтобы создать мини-Курдистан. Предположим, что турки убили американских солдат. В этом случае можно ожидать громкие протесты со стороны США, требование принести извинения и начало символических консультаций. Скорее всего Соединенные Штаты ничего не предпримут в военном отношении. Как следствие, популярность Эрдогана будет расти как внутри страны, так и за ее пределами. Он использует это и преувеличит ситуацию, заявив, что Турция является единственной страной, которая способна заставить США уйти из Сирии, и эта пропаганда даст Анкаре большие преимущества на переговорах с Россией. Эрдоган уже угрожал Соединенным Штатам Османской пощечиной, и госсекретарь США Тилерсон посетил Анкару, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Но турки считали, что Соединенные Штаты решили поддержать курдский сепаратистский проект. Но что это такое? Неужели Соединенные Штаты ослабли? Конечно, Россия и Сирия могут и дальше подстрекать Эрдогана, чтобы он продолжал тонуть в своей враждебности по отношению к Вашингтону, однако они понимают, что существует и риск, связанный с тем, что расширение турецкой военной операции против курдов станет плодородной почвой для их защиты на севере Сирии на международном уровне, и тем самым приведет к разделу страны. Турция это тоже осознает, и ее армия прекрасно понимает, что не сможет долго оставаться в Сирии. Причина в том, что Сирия, Россия и Иран против этого, равно как и международное право, которому Соединенные Штаты могут внезапно начать апеллировать, чтобы использовать против турок. То, что мы видим на сегодняшний момент, ситуация неплохая не сулит сюрпризов. Разумеется, вмешательство Турции начало рушить мечты о Мини-Курдистане, и можно ожидать, что Соединенные Штаты прекратят поддержку курдских сил, чтобы окончательно разрушить эту мечту. Турецкое вероломство быстрые действия иракцев в отношении Мини-Курдистана, создание которого спонсируют США на севере Ирака, имели успех, и турки взяли их опыт в качестве примера того, что должно быть сделано в Сирии. Турция сократила поддержку боевиков в других районах и занялась решением своей единственной важной проблемы в Сирии – проблема курдского государства. Однако, турецкое вероломство является исторически известным явлением, и это означает, что сирийцы, россияне и иранцы не должны возлагать больших надежд на то, что турки выступят против Соединенных Штатов. Развод не может быть получен так просто, и турки создают для него подходящие условия. Шаг второй – предоставить Сирии все виды современного российского оборонительного оружия. Никто не знает, какие системы противовоздушной обороны россияне передали сирийцам за последние два года, однако можно с уверенностью сказать, что Москва поставила Дамаску дорогостоящие современные передвижные системы ПВО. Таким образом, в руках сирийцев оказались следующие виды оружия – передвижной комплекс «Панцирь-С-1» и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба-9К-333». Это две мобильные системы, которые усложнили выполнение американцами и израильтянами своих воздушных операций, поскольку невозможно точно определить их местоположение. Соединенные Штаты Израиль вторгается в сирийское воздушное пространство, грубо нарушая нормы международного права. Поэтому поставка российских систем современной ПВО сирийской армии является вполне законным шагом, за исключением того факта, что теперь Вашингтон и Тель-Авив не смогут узнать, кто открыл огонь по их самолетам, поскольку это переносное оружие, которое легко спрятать. Россия может послать свой экипаж для использования современных сирийских систем противовоздушной обороны, и Соединенные Штаты не смогут доказать, что это сделали россияне. И пока американские и израильские самолеты будут падать, они будут сидеть и слушать, как ЦРУ заявляет, что Россия все отрицает. Российское оборонительное оружие, используемое против воздушных целей, имеет диапазон действия 35 километров, оно мобильное и поэтому его нельзя засечь. Другие виды переносного оружия, которые Россия должна предоставить сирийцам, это БУК М1 и КУП М4, которые достигают целей на расстоянии до 14 километров, а также самое главное оружие, БУК М3, 9К 317М, поражающие цели на расстоянии 35 километров. Все это может оказаться в руках сирийцев. Если это оборонительное оружие будет использоваться вместе с панцирем С-1, о котором мы уже упоминали ранее, то это станет кошмаром для американцев и израильтян. Что касается Турции, то ее самолеты будут летать только после того, как сирийцы и Россия дадут на это согласие. Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты ответят тем, что отправят самые современные мобильные системы ПВО своим союзникам из числа террористов. Однако Вашингтон будет оставаться наиболее пострадавшей стороной, поскольку зависит от своих военно-воздушных сил и не присутствует на суше. При нейтрализации американской авиации суверенитет над землей будет в руках сирийцев и, конечно, России. Кроме того, появление американских мобильных систем ПВО в руках враждебных Турции вооруженных групп углубит противоречие между Вашингтоном и Анкарой. Наиболее пострадавшей стороной окажется Израиль, на что Россия ответит, «Не мы начали эту игру, а ваши союзники – американцы, так что вы можете пойти к ним и поблагодарить их за это безобразие». Если Москва продолжит поставлять в Сирии оружие, то американо-израильское буйство в небе также продолжится, без каких-либо последствий, кроме падения единственного F-16, в то время как сирийские армейские лаборатории заняты разработкой своих ракет. И для этого необходимо время, когда сирийская армия будет оснащена и вооружена надлежащим образом, то сирийское воздушное пространство станет безопасным, и американцы с израильтянами прибегнут к бомбардировке крылатыми ракетами, что создаст для сирийцев, иранцев и хизбаллы благоприятные условия для действий, поскольку они являются экспертами в области ракет. Точка. Точка. Решетка. 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 Подчеркивание. Решетка. Пич. Твиттер. Чон. Слеж. Таза. Один. Ходобл. Кюз. Пнр. Собака. Райма. 355. 13 февраля 2018 года. Хизбалла на протяжении десятилетия с большим успехом работает в сфере производства ракет на фоне израильского превосходства в воздухе, так что опыт данного типа операций будет иметь неоценимое значение также для сирийцев. Станет ли эскалация единственным вариантом развития событий на самом деле? Кажется, что эскалация является единственным решением. Соединенные Штаты пришли в Сирию с большими планами. Они пришли не для того, чтобы уйти, а чтобы остаться. В настоящее время Вашингтон стремится к тому, чтобы всеми способами заставить Москву заплатить высокую цену за свое влияние в Сирии. По этой причине военное противостояние кажется неизбеженным. Американские цели в Сирии и США нацелены на раздел Сирии на две части. К востоку и западу от реки Ефраты на создание террористического курдского очага рядом с исламистским террористическим очагом на юго-востоке от реки Хабур. Среди американских целей также захват газовых и нефтяных месторождений, расположенных на севере и востоке Сирии, создание контролируемой США зоны запуска, которая может быть достигнута посредством операций курдских и исламистских экстремистских организаций, саботаж любых мирных переговоров по Сирии, которые поддерживает Россия, поддержка израильских операций против иранцев и боевиков Хизбаллы в Ливане и Сирии, участие в регулярных нападениях на сирийскую армию и ее союзников, представление американскому народу вторжений и захвата Сирии в качестве одной из замечательных побед, обещанных Трампом своим избирателям и, самое главное, сионистскому лобби тем, кто стоит за ним. Заключение России сыграло очень важную роль в Сирии, и мы считаем, что ответ России на американскую агрессивную стратегию был рациональным. Пентагон серьезно воспринял угрозы сирийского представителя при ООН Башара Джафари. Это первый случай, когда представитель государства в Совете Безопасности отвечает на американские угрозы в соответствии со статьей 51 главы 7 Устава Совета Безопасности ООН. Потом последовало выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием, которое содержало угрозу в адрес НАТО и США. То, что сказал Путин, не является уловкой, и мы должны серьезно отнестись к этому, заявили западные СМИ. То, что мы услышали в ходе самого мощного обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, отражает призывы военного руководства и разведслужб к необходимым ответным мерам. Слова Путина представляют собой сдерживающий фактор. Так, он заявил, что применение ядерного оружия против России и ее союзников будет рассматриваться как нападение на его страну, и ответная реакция последует незамедлительно со всеми вытекающими из этого последствиями. Похоже, это единственный язык, который понимает Вашингтон. Россия делает все возможное, чтобы защитить Москву у ворот Дамаска, а использование ядерного оружия против небольшой страны и против союзного государства – это нападение на Россию. Что это за страна и каков ее план? Царь не озвучивает предположения. Мы можем понять, что произойдет. Возможными являются все варианты развития событий, включая военную конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами, и Москва прекрасно понимает, что противостояние американским военным на Сирийском Севере является превентивным шагом, чтобы предотвратить взаимное противостояние над российской территорией.